сейчас мое утро начинается так поликлиника хирург невролог и ежедневные прогревания летом 2019 года у меня заболела правая рука и перестал нормально функционировать большой палец сентябре я остановился забивать татуировки и мне поставили диагноз болезнь докервена и отправили в городской центр амбулаторной хирургии кисти сейчас я подглядел там назначили операцию я приступил к сбору анализа все как обычно затянулось на неопределенное время все анализы в разное время в разных больницах четыре раза надо сдать кровь и конечно же одну из этих кровей или кровей успешно потеряли ну что приключения начинаются неудивительно если посещение бесплатной клиники на вашем районе может пройти неблагополучно да я сегодня было назначено посещение терапевта чтобы получить заключение врача можно ли мне делать операцию или нет и вот вроде у меня все анализы есть кровь из пальца потеряна и типа у меня сегодня съемки в студии но я должен сам именно сегодня приехать с двух до шести убрав съемки чтобы мне нашли эту кровь здравствуйте можно да к вам приходил сдавал кровь и все потерялось ничего не нашли из-за этого у меня сегодня терапевта перенесли после назначили операцию на середину декабря но за два дня успешно перенесли на январь и по итогу руку мне порезали операция прошла успешно большой палец в порядке гнется во все стороны и можно приступать к работе с татуировкой звучит очень тупо можно приступать к татуировке естественно разрешение от хирурга я получил вопрос начинаете рисовать я могу сейчас можете потихонечку рисовать татуировки делать ну как я вам хочу сказать вы можете но не как вы вот извиняюсь одну там две сделать нагрузку надо давать снимаем но во первых лучшие и вначале даже вот в этой бандажной повязки надавать но одну-две гимнастику вы делаете то есть двигать им можно последние четыре месяца я не рисовал не делал татуировки и вообще последнюю татуировку я вроде бы как сделал в конце сентября но это не точно да и вообще последние четыре месяца я максимально осторожно функционировал правой рукой и поэтому мое мнение и по вашим многочисленным просьбам я запускаю шоу забитые руки 20 это самое глубокое и ламповое обучение художественной татуировки меня и конечно же вас от всей команды забиты и друзья наконец-то уже пора вспомнить как рисовать как держать в руках тату машинку как делать прямые длинные ровные линии и вообще как забивать татуировки мы начинаем друзья для тех кто еще не слышал мы запустили мерч это две уникальные очень стильные футболки первое эти наигранные улыбки эмоции то же самое что у меня забито на ключица и второе это забитые в золоте классика по ссылочке в описании вы можете без проблем это приобрести или же проконсультироваться друзья ну давайте уже одеваться стима это нулевой выпуск и сегодня я не буду не учиться мне никто не будет ничего объяснять ким который должен был контролить как я делаю татуировку первую спустя пять месяцев ким уезжает по делам поэтому я сам за себя и сегодня я вам просто покажу что я могу сделать спустя пять месяцев перерыва и так что я помню у меня получилось собрать рабочее место с трудом но я типа как будто бы все помню по эскизу так как я последние месяцы вообще не рисовал и не двигал правой рукой то мы решили к нулевому выпуску не готовить никакой эскиз а взять классику селлар джерри и я сегодня первый раз в руки взял ручку и трансферил выглядит это конечно же подозрительно вот такой вот эскиз на удачу от короля традиционной татуировки и вот так я его трансфер на надеюсь что кольну хотя бы также и так как это шоу забитые руки то первую татуировку будем считать что это моя снова первая татуировка в жизни я буду колоть анатолию который уходил в дальние плавания с бутылкой в руках и вот он вернулся и готов предоставить свою ногу мне на растерзание да анатолий мы начинаем ой у тебя прямо очень много сухожилий тебе прямо жесть как сейчас будет больно заклеим только ноги потому что выглядят ноги вот так себе а я только задал вопрос ты помыл ноги утром он сказал вроде бы и так я готов сделать первую татуировку спустя долгий период не функционирования правой руки сегодня кстати я буду колоть вот такой роторно индукционной тачкой которую мне подарил дима кудряшов он мне подарил две тачки одна на rsa другая на клип корде вот клип кордом я буду делать полосы тачкой которая на rsa красить буду это монстр лайнер от дмитрия кудряшова полет на двух вольтах вы сейчас прямо это увидите огромное спасибо дмитрию если поставить 3 вольта то она прямо очень страшно колбасе но толику все равно будет больно без разницы какой вольтаж дорогой ким мне предоставил краску world famous и сказал контуре ей она хотя бы не поплывет будет криво но хотя бы не поплывет блин если честно немного стремно такой может быть да не волнительно это будет татуировка кстати колли мы 11 рс магазина 28 где низкие цены быстрая доставка это самый крупный тату магазин в россии снг всю расходку в студию мы заказываем именно там и советуем вам а мы продолжаем помедленнее и возможно чуть-чуть потопить надо то ли все как будто бы не очень удобно дамы и господа с контуром мы разобрались по времени очень тяжело сказать мы не засекли в районе полтора часа полтора часов полутора часа у меня ушло на контур было первое очень странно очень неудобно не мог выбрать правильную позицию и низ татуировки так себе вверх это он уже под конец как будто бы чуть чуть лучше мои ожидания были ну совсем плачевные сейчас я смотрю на этот контур и как будто бы я превзошел сам себя до типа спустя такое время не функционируя правой рукой ну толик если что он в курсе ну типа научусь переделаю поэтому мы сильно не беспокоимся за контур мы хотели сегодня взять в руки эту машинку и попробовать что будет мы приступаем к теням и по красу эскиз я в демо варианте раскрасил вот так фотошопе красить будем также роторной тачкой от димы кудряшова взял 9 magnum и продолжаем причинять боль анатолию вы наверно уже заметили что в оригинале у села джерри надпись лак но мы на букве l добавили полоску и это теперь выглядит как будто бы лак если перевернуть фак ну либо ту край эту задумку мы не согласовали с анатолием это слава оператор предложила это его идея моя реализация толик тут посредственное лицо ему просто с этим уходить вот и все а толик вообще вам хочет рассказать чем он занимался и какой он там новый проект как будто бы алкогольный замутил дима любит свести все к алкоголю видим потому что сам давно не пил и очень хочется дадим задумал новый проект экологические по очистке лесов и не просто очистки лесов а сдачи всего этого в переработку чтобы это не засоряла нашу планету а использовалась дальше я думаю дима прикрепит ссылочку в описании если вам такие темы интересны переходите по ссылочке поинтересуйтесь а мы только начинаем канал совсем молодой ему вот на данный момент два дня только идей уже много по этому поводу и переходите ознакомьтесь буду всем рад на моем канале только предложению как будто бы так себе слышали мы закончили вот эти внутренние части ленты это толик предложил сделать темно-синим но как я начал красить темно-синим как будто выглядит это уебищно не испортило все настроение первой татуировки ладно сейчас посмотрим как это выглядит и ожидал я что все будет намного хуже потому что дима говорил про первый раз как будто и бы это первый раз я вспомнил реальную первую димину татуировку даже не знаю как описать свои ощущения потому что все было быстро очень качественно и ощущение такое что дима наверное нам немного подбирает что он пять месяцев не бил татуировки что у него с рукой проблем и пять месяцев где-то в темном чуане он тренировался тренировался и татуировка на мой взгляд получилось просто отлично толик а ты сколько не делал подозрительный вопрос полосками все плачевно я так и не определился за всю эту работу с правильной позиции как мне удобно держать на ту машинку и как удобно вести полосу поэтому полоски минус и нюхи начала на нижних листочках перетемнил прям жесть ну а так в общем с тенями как будто бы все нормально вкрашивают эти новые тачки ну прямо очень круто с первого раза но вот только толик предложил темного добавить и вот темный прям там не вписался скорее всего туда надо было добавить красный друзья еще у нас появился патреон что такое патреон сервис по поддержке нашего друзья вы можете нас поддержать за что получить максимально крутые от нас ништяки и бонусы закрытые стримы эксклюзивные голосования и доступ к не вошедшему материалу и у нас уже появились первые патроны которых мы будем упоминать в титрах друзья вот они корник 93 и ася свердловская а если вы хотите ништяков от нас то переходите по ссылке в описании и становитесь членами членами нашей ламповой большой семьи забиты членами и не только когда сделал первую татуировку друзья не забывайте про лайки подписку на канал и пишите больше комментариев для вывода видео в топ и помните что это только начало